МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа события в студии Екатерина Пенько. Все брянские КТ и МРТ-томографы с волнами пандемии справились. Людмила Понизова, главный внештатный специалист по лучевой диагностике, отметила, что время тяжелых поражений легких миновало. С приходом омикрона кондагиозность вируса выросла, а вот степень поражения легичной ткани уменьшилась. Как сработала тяжелая диагностическая техника регионального здравоохранения в нашем следующем сюжете. В пиковые дни и месяцы пандемии нагрузка на один КТ-томограф составляла до 270 исследований в сутки. В предновогоднее затишье количество КТ-обследований резко упало. Если раньше мы делали порядка 350 исследований в сутки, то сейчас количество увеличилось до 400-410. Из общего количества вот этих 400 человек, порядка 200-220 человек в день, это пациенты, у которых изменений в легких мы не находим. Выводы очевидны. Новый штамм ковида. Омикрон более заразен, но вот заболевание протекает значительно легче. Более половины случаев не требуют глубокой диагностики и лучевой нагрузки. В основном это пациенты, которые жалуются на першение в горле, кашель, подъемы температуры. Исследования проводятся тем пациентам, которых температура держится в течение суток выше 38 градусов, если меньше необходимости проводить исследование, нет. И в том случае, если показатели сатурации ниже 95. Во всех остальных случаях пациенты не направляются, с учетом того, что КТ это все-таки лучевая нагрузка, лечится амбулаторно дома. Начиная с декабря идет резкое сокращение пациентов с поражением легких 30 и более процентов. То есть вот остатки дельты, которые были, как шли, так и идут, там где-то порядка 4-5 пациентов в день по области, не больше. Все остальное это пациенты, у которых объемы поражения меньше 25%. 25% это где-то порядка 100 человек в день, объемы 5-10%, не более. То есть это единичные мелкие очаги. Отсюда вывод, что если нет большого поражения лечной ткани, то есть мы меньше имеем в виду летальных исходов. Ну не только летальных исходов, но и госпитализации в том числе, потому что эти пациенты могут лечиться дома. На сегодня в Брянской области парк тяжелой диагностической техники составляет 22 КТ и 11 МРТ-томографов. Пандемия новой коронавирусной инфекции показала полную надежность техники и персонала. Особенно помогла система искусственного интеллекта, которая работала по ковидным КТ-снимкам. Мы объединили всю тяжелую технику в единую базу. Все исследования уходят на центральный архив, который находится в МИАЦе. И любая больница может взять и посмотреть любое исследование в динамике. Например, первый раз пациент делал исследование в диагностическом, второй раз он делал в первой поликлинике. Их можно открыть, сравнить, посмотреть, решить, хуже стал пациент, запрогрессировал он по заболеванию, либо он стабильный, необходима ему госпитализация сейчас, либо мы, наоборот, видим положительную динамику, и мы можем продолжать его лечить дома. Благодаря федеральной и региональной программам в прошлом 2021 году удалось закупить три новых и обновить устаревшие аппараты томографов. И сегодня в Брянской области все томографы моложе 10 лет. Алексей Исипенко, Анатолий Ичгрыгин, События Брянск. Новый ФАП в селе Сосновка Выгонеческого района оснащают необходимым оборудованием. Отвечающее всем современным требованиям здания сдали в эксплуатацию в конце прошлого года. До этого фельдшерский-акушерский пункт занимал старое деревянное здание, где из удобства была только вода. Антонина Пожарская живет в Сосновке почти 40 лет. Старый фельдшерско-акушерский пункт вспоминает, как страшный сон. И полы шатались, и неуютно как-то было, тесно. Здесь здание, конечно, шикарное. Новое, отвечающее всем современным требованиям здание, возвели в рамках программы модернизация первичного звена здравоохранения. Его общая площадь – 150 квадратных метров, а стоимость – порядка 10 миллионов рублей. Здание очень хорошее. Спасибо большое тем, кто побеспокоился за это, что построили для нас такое здание. Приятно зайти. Заходят в новый ФАП местные жители довольно часто. Фельдшер Айманшера Фуддинова и рецепт выпишет, и назначение врачей из райцентра выполнит, и добрым словом поддержит. Обращаются к ней селяне в любое время суток. По улице идем, поговорим, и консультацию всегда расскажет, какие, что надо лекарства принимать, что надо делать. На приеме, конечно, вообще все, что надо проверить и померять. Отзывчивый человек очень. Жители очень довольны. Они очень часто приходят, особенно утром большой ажиотаж, приходят после, ну, померять давление. Школьники приходят, обращаются с всякими проблемами. Все очень довольны, все рады. Как бы, ну, это большая радость для села. Оказываю первую помощь, и если кто-то там сильно сомневается, может ехать дальше. А кто, и на моем назначении так и продолжает дальше ходить. Ну, конечно, и давление здесь у кого высокое, естественно, все это в норму приводишь. И процедуры все же мы проводим здесь, и внутривенные капельницы, и внутримышечные назначения врачей. Новый ФАП оснащают современной техникой. Для МИД-учреждения закупили электрокардиографы, тонометры, обычный и офтальмологический, глюкометр, пульсоксиметр и даже кальпоскоп. Сегодня в Сосновке почти 500 жителей, не так много. Однако в последние годы впервые за много лет отмечается положительная тенденция. Молодежь перестала уезжать из родных мест. Два-три года назад молодежь поголовно уезжала вся. Сейчас в связи с тем, что здесь недалеко Мираторг, можно есть где работать, и люди остаются здесь. Жизнь селян меняется к лучшему. В прошлом году в Сосновке капитально отремонтировали местный дом культуры. Изменилось всё. Это был абсолютно полностью капитальный ремонт. Заменили полностью кровлю, систему отопления. Там теперь стало также светло и тепло. Сегодня селяне мечтают только об одном. Ему очень хотелось бы, чтобы в Сосновке открыли оптичный пункт. В новом ФАПе под него даже оборудовали отдельное помещение. Теперь необходимо соблюсти все формальности. В том числе получить лицензию. За минувшие два года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Брянской области построили шесть фельдшерско-акушерских пунктов и один офис врача общей практики. В этом году также намечено строительство. Новый ФАП появится в селе Лесное Суражского района. Ольга Макушникова, Игорь Винничук. События в Иганический район. 2022 год объявлен президентом Годом культурного наследия народов России. Сохранение фольклорных традиций – главная задача для работников культуры. На территории Жуковского муниципального округа прошел фестиваль «Открытие года национальной культуры». Для творческих коллективов Жуковского культурно-досугового центра этот фестиваль, как и весь год в целом, является настоящим праздником фольклорных традиций. Народные песни и танцы дошли до нас через века. Темы ценны. Год культурного наследия народов России покажет всему миру, насколько Россия – страна, добрая страна. Я иначе сказать не могу. Страна с открытой душой, которая даст возможность всем понять, что самые главные ценности – это ценности уже давно определенные. Это из ценности семейные, ценности культуры, ценности языка, ценности тех традиций, которые мы храним. И позволяют нам развиваться и развиваться в стране. Одна из важных задач коллективов – передать знания о фольклорном творчестве и национальных традициях молодому поколению. В фестивале принимают участие дети, которые, по словам художественных руководителей, еще не умеют читать, однако уже обладают талантами и знаниями в области национальной культуры. Именно такие мероприятия, как сегодняшние, дают нам надежду и возможность увидеть молодому поколению, что это прекрасно, наша русская культура, наши песни. Возможно, такие мероприятия, как сегодняшние, кому-нибудь из молодого поколения, дадут радость от сегодня увиденного. И захотят они заниматься этим больше, вникать в это. Ну и продолжать нашу российскую культуру изучать, прославлять и радовать окружающих. Кроме большого концерта, гостей мероприятия ожидала выставка декоративно-прикладного искусства. Это предметы быта, бытовавшие в конце 19-го, начале 20-го века. А предметы ткачества – это рушники, половики, как традиционные, так и современно сделанные. Здесь у нас представлены элементы традиционного женского костюма, очень богато украшенные рукава. Это был свадебный костюм, панёва, рубаха, головной упор. Ну и куклы нашего замечательного мастера, народного мастера Брянской области Александровой Лилии Евгеньевны. Этот фестиваль – лишь начало. Впереди череда различных традиционных для Жуковского округа мероприятий. И организаторы, и коллективы уверены, что как никогда ранее необходимо приобщить людей к фольклорному творчеству. Дмитрий Газин, Анатолий Чикрыгин. События. Жуковка. В Брянске подвели итоги ежегодного конкурса «Экспортер года». Его участниками стали 22 предприятия, поставляющих товары и услуги на иностранные рынки. Победителей лауреатов выбирали в четырёх номинациях. Лучших экспортеров Брянской области выбирали в промышленности, АПК, сфере услуг и номинации «Прорыв года». Конкурсная комиссия оценивала успехи компаний по разным критериям. Расширение географии, объёма поставок, увеличение спектра экспортных товаров, применение новых форм торговли. Брянский бизнес, как выяснилось, преуспел по многим фронтам. Всего в Брянской области торгуют со 102 странами мира на сегодняшний день. Но оборот внешней торговли Брянского края со странами СНГ в 1,8 раза превышает оборот со странами дальнего зарубежья. Основными торговыми партнёрами в январе-сентябре прошлого года были разные страны. Но на Республику Беларусь нашего основного внешнеторгового партнёра и доброго соседа приходится половина всей внешней торговой деятельности. Активная торговля идёт между Брянщиной и Китаем, Германией, Молдовой, Казахстаном. Наращиваются темпы сотрудничества с Нидерландами, Литвой, США. Что касается нашего главного торгово-экономического партнёра Республики Беларусь, то Брянская область вышла на восьмое место среди всех регионов России по объёмам товара оборота. Показателем товара оборота более 550 миллионов долларов США. Это данные Федеральной таможенной службы России. Конечно, мы исходим из того, что Брянская область является соседней, приграничным регионом для Республики Беларусь. Что во многом определяет тесный двусторонний характер Брянской области Республики Беларусь как по линии профильных ведомств и структур, так и по линии отдельных компаний. Собравшиеся обсудили вопросы электронной торговли и перспективы развития современного экспортно-ориентированного предприятия. Значимость конкурса «Экспортер года» подчеркнули все участники. Его региональный этап был организован в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Светлана Дробкова, Сергей Дюков. События. Брянск. На вас опять поступило заявление от граждан. С таких слов на прошлой неделе начинали общение с директором городских кладбищ в администрации Брянска. Ждали претензии на этот раз, но жители города выразили благодарность руководству похоронных дел по исключительному содержанию дорог на всех 16 городских кладбищ в дни активного снегопада. Центральное кладбище Советского района – одно из самых больших. Два года назад здесь капитально отремонтировали все проезды и центральные аллеи. С открытием второго заезда длина дорог на погосте увеличилась. Для их уборки понадобилась дополнительная техника. Во-первых, практически все городские кладбища, центральные дорожки заасфальтированы. Чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, нам, конечно, была необходима техника. Периодически технику мы заказывали у подрядчиков, чтобы чистить в зимний период времени дороги. Ну, если прошлые годы зимы были не такие сильные, мы как бы с помощью подрядчиков справлялись. На предприятии понимали, что при сильных снегопадах подрядчик будет чистить улицы города, а на кладбище грейдеры, если и придут, то в самую последнюю очередь. Поэтому было решено формировать собственный парк уборочной техники. Два года назад мы начали ремонтировать свою технику, имеющуюся на предприятии, а также с помощью Брянской городской администрации нашли технику, которая стояла на других предприятиях, не пользовалась и стояла под забором, в связи с тем, что она не была восстановлена. Мы приобрели эту технику, приобрели технику, восстановили эту технику, и теперь 16 городских кладбищ чистим своими силами. Сегодня все дороги и центральные аллеи городских кладбищ свободны от снега. Техника работает каждый день. Чаще справляются небольшими машинами, но при сильных и продолжительных снегопадах привлекают мощный грейдер. Конечно, скептики скажут, на кладбище много снега. Но к каждой могиле мы не пройдем техникой. Все, как бывает на наших кладбищах, прекрасно понимают, что центральные дорожки – это одно, а подъехать даже в летний период времени к какой-то могилке – невозможность из-за того, что очень много захоронений, узкие проходы и прочее. Ну, в первую очередь, конечно, мы занимаемся прочисткой основных дорог, что нам приписывается муниципальным контрактом. Расчищаем памятники, где воинские захоронения находятся. Ну, а дальше уже двигаемся по тем основным направлениям, где ходит наше население. На муниципальном предприятии похоронных дел города Брянска подумывают о приобретении грузового транспорта, потому что сейчас главная трудность – вывоз снега. Для этого по-прежнему приходится нанимать самосвалы-погрузчик со стороны. Алексей Есипенко, Игорь Винничук, События Брянск. Брянское общество ветеранов авиации выступило с инициативой создать памятный мемориал героям-летчикам с земли Брянской. И хотя полностью монумент будет готов к предстоящему Дню Победы, большая часть работ уже сделана. На стеле появился легендарный истребитель Як-3. Подробнее в нашем следующем репортаже. Со всей Брянщины вышла могучая плеяда боевых авиаторов, ставших образцом воинской доблести, стойкости, героизма и летного мастерства. Брянская область славится достойной авиационной историей и имеет 63 крылатых героя. Их имена увековечены на новой стеле. Здесь на малых стеллах изображены выпускники Бержецкого, Брянского аэроклубов. На центральной стеле все фамилии, в золотом написано на гранитной плите, все 63 героя-летчика земли Брянской. В настоящий момент устанавливается в центральной стеле самолет-истребитель времен Великой Отечественной войны Як-3. Данная модель самолета выбрана не случайно. Истребитель вошел в историю советской авиации как самый скоростной серийный самолет. Когда он поступил на вооружение Красной армии, преимущество в небе получили наши летчики. Брянский аэроклуб дал крылья многим воспитанникам. А в годы Великой Отечественной войны в борьбе с фашистами 21 авиатор из выпускников и инструкторов-летчиков удостоены звания Героя Советского Союза. Стеллы с их именами также установлены здесь. Здесь мемориальный комплекс, своего рода музей под открытым небом. Когда имена в лицах и в их подвигах. На каждой малой стеле написаны подвиги, которые совершили эти герои. Мемориал воздвигается в сквере имени Павла Камозина. Работы ведутся за счет программы инициативного бюджетирования. Завершить работу планируется к 9 мая. Здесь будут установлены камеры видеонаблюдения, прожекторы, зеленые насаждения и лавки. Екатерина Пенько, Алексей Рязанцев. События. Брянск. В Брянске наградили неравнодушного жителя Овстуга. В ноябре прошлого года Евгений Стародубцев стал очевидцем смертельного ДТП и помог задержать виновника аварии. Авария произошла в ноябре прошлого года. Евгений Стародубцев ехал мимо, когда его остановила пожилая пара. На их глазах виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия. Я остановился. Они сказали, что виновник ДТП, который все это совершил, в данный момент скрывается с места ДТП. Я обернулся и увидел, что да, действительно, Большегруз уезжает с обочины и пытается скрыться. Я сказал мужчине, свидетелю, чтобы он оставался на месте, а сам опустился в погоню за большегрузным автомобилем. Большегрузный автомобиль уезжал очень быстро. Я его очень долго догонял. В этот момент я связался с сотрудниками полиции, передал в ОГИ БДД. Благодаря грамотным действиям неравнодушного Брянца водитель грузовика был оперативно задержан. Сбитого на мопеде человека он, как выяснилось, даже не заметил. Ехал, дороги остановили. Водителя мопеда видели или нет во время движения? Не заметил. Обгонял фуру, возможно, она когда... Я не знаю, может, она там была, может, и был. Я не знаю. Фура, которая шла впереди меня, она тоже перестроилась, и я за ней. Короче, вот так нос к носу. Расследование было быстрым. Виновника привлекли к ответственности, а бдительного свидетеля наградили. Генерал-майор полиции Владислав Толкунов вручил Евгению Стародопцеву благодарность областного управления МВД. Я вообще не считаю это подвигом и каким-то таким выдающимся событием. Так должны поступать, наверное, каждый человек, который хоть как-то печется своей родине. Ну и, во-вторых, меня воспитал так отец, что надо помогать людям. Поэтому, если мы не будем помогать друг другу, у нас не останется ничего человечного. Светлана Дробкова при содействии пресс-службы УМВД России по Брянской области специально для программы события. Брянские полицейские задержали находившегося в федеральном розыске мошенника. Злоумышленник, искусно изменяя голос, звонил потерпевшим, представляясь то родственникам, то сотрудникам правоохранительных органов, после чего убеждал их перевести деньги. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 130 тысяч рублей. В июне 2021 года фигурант скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. 25 января сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Брянской области задержали его на территории города Анапы. В настоящее время задержанный доставлен в Брянск. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, установлена причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей Краснодарского края, Ленинградской области и Республики Крым. До начала большого футбольного сезона в Брянске осталось два месяца. Брянские динамовцы приступили к тренировкам на своей базе в Отрадном. Впервые в наступившем году футболисты Брянского Динамо собрались на своей учебно-тренировочной базе в Отрадном в полном составе. Ребята начали подготовку к первым весенним играм. Перед началом тренировки на стадионе главный тренер динамовцев Александр Фомичев собрал команду на установочное собрание. Обсудили первые из данных накануне в легкоатлетическом манеже Десна тесты на физическую нагрузку. В межсезонье по разным причинам покинули команду капитан Максим Васильев, нападающий Артемий Укомский, полузащитник Никита Кашаев и вратарь Иван Сальников. Потери серьезные. Им на замену взяли пятерых футболистов, пока они находятся, как говорят, на просмотре у тренерского штаба. Команду приходится собирать практически заново. Вы знаете, как говорят, надо все позиции усиливать, если есть возможность. А так, если брать точечно, нам надо позиции центрального защитника, крайнего защитника, игрока в атаку, игрока в центр поля. Где мы, те позиции, которые мы потеряли, надо их как-то подобрать от футболистов. Команда стала набирать спортивную форму. Все динамовцы здоровы, без травм и уже приступили к тренировкам. Сейчас главное набрать выносливость подкачаться в тренажерном зале, отработать упражнения на координацию движений. И, конечно, начались первые занятия на заснеженном поле стадиона в Отрадном. Настроение хорошее, рабочее. Все друг друга очень рады видеть. Сейчас пока здесь такие втягивающие тренировки, условия такие тут. Снег все равно. Основная работа начнется уже на южных сборах. 12 февраля команда вылетает на сборы в Сочи. Потом будет еще один сбор в марте в Абрау-Дирсо. Руководство поставило перед командой задачу быть в лидерах в своей группе. По словам главного тренера Александра Фомичева, такая цель для брянского «Динамо» вполне достижима. Алексей Соболь, Алексей Рязанцев. События Брянск. Ведущий оператор мясного рынка нашей страны «Мираторг» начал модернизацию автоматизированного комплекса по глубокой переработке мяса крупного рогатого скота. В модернизацию производства инвестор уже вложил 176 миллионов рублей. Выверенные, отточенные движения. Так работают обвальщики и жиловщики большого перерабатывающего завода «Мираторга». Специалисты освоили более тысячи видов операций. Особое внимание – санитарные обработки. Оборудование моют каждый день. Важная деталь – обвальщик каждые два часа набор из четырех ножей отправляет на обработку. Такие санитарные правила. В цехе работают 200 человек. Большей частью те, кто пришли 7 лет назад, когда было открытие предприятия. Я пришел в 2015 году, когда все только начиналось. Мне очень понравилось. Здесь все очень технологично, оборудование новое, которого пресса я никогда не видел на других заводах. Мне очень понравилось отношение людей, руководства. Все заботились, все подсказывали, обучали, старались научить чему-то новому. Это самый многочисленный цех. На производствах, где делают полуфабрикаты, практически все операции механизированы. Знаменитая мраморная говядина. Идеальные стейки для покупателей России и зарубежных стран делают здесь. Халяльная говядина поступает в восточные страны. Брянские производители прошли проверку, получили сертификаты. Сейчас спрос на продукцию растет. В прошлом году продукция Мироторга по востребованности на мировых рынках вышла на один уровень с производителями лидеров отрасли – США и Австралии. Стейки идеальной формы нарезает машина. Весь дальнейший процесс – укладка, стекеровка – тоже автоматизирован. В результате в сутки покупателям с этих линий отгружают 15 тонн продукции. Мраморная говядина из мяса собственного производства. Это еще и карпаччо, и даже говяжий бекон. Домашние колбаски, без которых сейчас не обходится домашнее застолье. Качество фарша может оценить любой покупатель. Линия автоматизирована. Установлен металлодетектор, который гарантирует отсутствие в продукции инородных предметов. На выходе из конвейера каждая упаковка взвешивается. Нестандартная автоматика отбраковывает. Наклейка стикеров, упаковка в палеты, отгрузка – тоже задача роботов. Люди только контролируют процесс. Аналогичный принцип работы на линии по изготовлению пельменей. Их более 10 видов. Делают еще манты, хинкали, вареники. Ассортимент постоянно обновляется. Новинка – ля гурме из отборной говядины с добавлением соуса из говядины и красного вина. Сейчас поступила в продажу по специальной цене. В сутки на предприятии выпускают 45 тонн пельменей. Современную линию обслуживают 3 человека. На заводе по переработке мяса сегодня работают 2,5 тысячи человек. За 7 лет мощности предприятия увеличились более чем в 2 раза. В следующем году с введением новых линий планируется еще увеличить производство. На работу придут еще несколько сотен человек. Мироторг практически из всех районов Брянской области ежедневно бесплатно доставляет сотрудников предприятия. Здесь для людей бесплатная одежда, питание, регулярная стабильная зарплата. Наталья Будник, Виктор Левченков. События. Выгнический район. Красный потолок, стол Кракен, биометрия на входе и полное отсутствие очередей. Брянцы уже сегодня могут увидеть, как выглядит банк будущего. Альфа-банк открыл первый в нашем городе фиджитал офис. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. Здесь нет окошек, а обстановка больше напоминает стильное кафе. Передовые технологии уже на входе. Система распознавания лиц позволяет забыть о талончиках, а отказ от традиционных операций экономит тонны бумаги ежегодно. Технологии шагают с семимильными шагами. Альфа-банк является, по всем показателям, лидером в этом направлении. Альфа-банк является третьим банком в стране по своей надежности. И первым коммерческим частным банком по своим активам. Отделение не зря называют фиджитал. Обслуживание клиентов максимально человечное, но на основе цифры. В офисе можно разместиться в удобных креслах, на подоконнике или за столиками. Также есть четыре переговорные комнаты для мобильного обслуживания, два банкомата. Концепция, которая имеет быть в Альфа-банке, это развивать филиальную офисную сеть, безусловно. Все будет зависеть от того объема бизнеса, который будет присутствовать на нашем стартапе, на начальном этапе развития нашего банка, именно фиджитал офиса в Брянске. В дальнейшем, безусловно, мы планируем развиваться и выходить в область. Офис на Красноармейской 41 может одновременно обслуживать до 10 человек. Здесь светло, уютно и просторно. Мобильность, оперативность, экологичность и, самое главное, человечность во главе угла. Светлана Дробкова, Игорь Винничук. События. Брянск. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до встречи.